Учиться писать уже совсем скоро предстоит первоклассникам региона. Через неделю начнется новый учебный год. Это волнительный период не только для учеников, но и для родителей. Ведь чтобы подготовить ребенка к школе, нужно потратить много нервов и денег. Но есть семьи, которым сборы к первому сентября не по карману. Как им помогают в регионе, знает Ксения Бутина. В расписании сегодня у полицейских следователей и росгвардейцев раздача портфелей будущим школьникам. Отсюда сотрудники ведомства отправятся в гости к многодетным семьям. Всего посетят шесть адресов. Так, в Иркутске оперативники решили поддержать благотворительную акцию «Помоги пойти учиться». Помочь любой желающий может не только многодетным, но и малоимущим семьям со сборами детей в школу. За мою счастью, около 50 ранцев. Это те семьи, которые именно в Иркутске, которым передадим, собственно говоря, эту помощь. Вместе с тем собраны денежные средства, которые перечислены на счет российского детского фонда. Раньше эта акция называлась «Собери ребенка в школу, сейчас помоги пойти учиться». Но цель наша не изменилась. Цель, самое главное, помочь родителям собрать детей в школу и вовремя начать учебный процесс. Стоимость одного такого портфеля с содержимым составляет около 5000 рублей. Для некоторых семей это огромная сумма. Поэтому они обращаются за помощью. Она может быть разной. В этом году, по данным штаба общественной поддержки, более тысячи жителей Прибайкалья получили бесплатно набор канцелярии. В круглую сумму может обойтись и школьная форма. Очень у нас большое последнее время направление. Работаем по маленьким муниципальным образованиям Иркутской области. У нас пятитонный грузовичок уходит с вещами, и в том числе с детскими принадлежностями на школу. В прошлом году и позапрошлом мы стабильно выходим более чем на 100 человек, которым мы помогаем адресно. Помогают таким семьям не только волонтеры, но и государство. Родители могут получить пособие на форму, подать заявление на бесплатное питание. Обе меры поддержки можно оформить на госуслугах. В прошлом году более 3800 семей воспользовались выплатой на школьную одежду, а 38 098 детей питались бесплатно. На такую поддержку могут рассчитывать и многодетные семьи. Их количество в регионе за последние пять лет увеличилось на 10 тысяч. В Иркутской области существует 63 закон, который подразумевает различные меры поддержки именно для многодетных семей. Собрать многодетные семьи детей в школу действительно сложно, особенно когда это трое, четверо или пятеро школьников. И, конечно, семьи обращаются в благотворительные фонды, в нашу организацию. С нами сотрудничает множество магазинов, торгующих детскими товарами, школьными товарами и школьной формой. И они предоставляют многодетным семьям по нашим спискам скидку. Самое главное условие такой помощи – создать комфортные условия для обучения детям. Ксения Бутина, Андрей Назаров. Новости по будням.